в воду, поскольку вход завалило камнями и уже начинал обваливаться каменный потолок. Под водой должен был бы один выход из подземелья. Заплыв в небо и был освещен какими-то жемчужинами, я понял, что воздуха мне не хватит, чтобы доплыть до поверхности. Но внезапно до меня дошло, что я могу дышать прямо в воде. Вероятно, это живительная сила креста. Не особенно удивившись, я решил задержаться в воде и собрать светящийся жемчуг. Потом поплыл дальше по туннелю. Простепенно он начал расширяться и превратился в огромный подземный бассейн. Вынырнув и поднявшись по металлической лестнице, которая была на одной из стен, я выбрался по ней в небольшую пещеру, выйдя из которой я понял, что нахожусь на противоположной стороне острова. Пол дела сделано. Теперь оставалось лишь доставить кристалл волшебнице и узнать у нее о судьбе картины. Только вот как теперь уйти с острова незамеченным? Откашлявшись с водой, которой я наглотался внизу, я сел на кусок бревна возле пещеры, чтобы отдышаться и что-то придумать. Глава пятая. Хранитель кристалла. На небольшой поляне в глубине леса, посередине которой возвышался могучий дуб друида, разворачивалось сражение. Дуб был поврежден выстрелом пушки и теперь стоял наполовину согнутой к земле, с треснутым стволом. Часть веток на нем горела. Кора, некогда покрытая мхом и грибками, теперь местами обуглилась. Земля вокруг была выкорчевана. Мимо, наступая сандалиями на свежую, незасохшую землю, промчался друид по имени Айлах. Он бежал прямо на ту самую фунтовую пушку, которая своим мощным выстрелом повредила его дуб. Вокруг пушки, закрепленной на небольшом четырехколесном лафете, стояли солдаты. Они уже подносили огненный фитиль к запальному отверстию, пытаясь выстрелить в приближающегося друида. Горящий порох зашипел, пушка выстрелила прямо в него, но тот выставил перед собой руки крест-накрест, и перед ним поднялся щит из земли в перемешку с травой, остановивший ядро. Взявшись за посох обеими руками, друид ударил им по ядру, застрявшему в земле, и оно с не меньшей скоростью полетело обратно. Деревянный лафет разлетелся в щепки. Солдат отбросило в разные стороны, а пушка упала на землю. Сбоку на старца с криком набросился еще один солдат со шпагой. Он замахнулся и нанес удар, но Айлох отразил его своим посохом, а затем ударил врага по лицу. Солдат отлетел и упал в толпу своих, сбив их с ног. Воспользовавшись всеобщей суматохой, один из нападающих вытащил пистолет и выстрелил прямо в друида. Айлох сдрогнул, схватился за живот и посмотрел вниз. На его длинном белом балахоне появилось красное пятно, которое стремительно расползалось. На лице отразилось удивление и ужас от того, что он больше не сможет защитить свой остров и могущественный кристалл. «Смерть!» – прошептал друид и упал на колено, держась за посох. Пробыв еще мгновение в таком положении, он, как подкошенный, рухнул и уткнулся лицом в землю. «Айлох!» – «Нет!» – прокричал его соратник по имени Гибдар. Он был немного моложе. Подбежав к умирающему, он сел на землю и положил голову наставника себе на колено. Тот кашлянул. Изо рта потекла темная густая струя крови. Через мгновение он скончался. Гибдар в последний раз заглянул в глаза умирающего старца, затем поднял голову и окинул с гором поляну, на которой происходило сражение. Почти все друиды были мертвы, за исключением тех, кто из последних сил защищал свои владения. Им удалось лишить жизни многих захватчиков, но численность солдат-наемников была несоизмеримо выше. Пока Гибдар думал о том, какими жестокими могут быть люди, солдат, застреливший Айлаха, уже зарядил пистолет и приготовился выстрелить в него. Не поворачивая головы, друид медленно вытянул руку в сторону вооруженного человека и сжал ее в кулак. Пистолет, согнувшись, взорвался прямо в руке солдата, повредив ее по локоть. И многочисленное войско навалилось на последних оставшихся в живых друидов. Убив их, солдаты начали осматриваться по сторонам. Оставался только Гибдар, который сидел рядом с телом своего наставника. Он смотрел, как вокруг него кольцом собираются солдаты. Это конец. Сбоку раздался выстрел пушки. Гибдар не видел смысла в дальнейшем сражении и не стал ничего предпринимать. Рядом с ним раздался взрыв, и тела побежденных друидов отбросило в разные стороны. Я пришел в себя после небольшого помутнения, которое позволило мне увидеть все сражение глазами друидов и почувствовать каждую смерть. Открыв сумку и взглянув на кристалл, я наблюдал, как его яркое свечение медленно угасало. Сила кристалла передала мне эти видения и дала почувствовать всех тех, кто пользовался его силой. По-моему, я запросил слишком маленькую цену за эту вещь. Нужно было подниматься и идти в сторону порта, чтобы попытаться уплыть на стоявшем в порту военном судне. Я подошел к краю пещеры и поднялся по тропинке между деревьев на вершину холма. Передо мной простирался лес. Нужно постараться пересечь остров до заката. Иначе мне придется бродить в темноте по незнакомым местам, а это чревато различными опасностями. Пробираясь сквозь густые заросли, я слышал разнообразные крики животных и птиц. После увиденного в пещерах мне не хотелось бы встретиться с животными на поверхности и узнать, что они из себя представляют. Вдруг сила Кристалла добралась и до них. Я аккуратно пересек большую часть леса и попал в уже знакомое место, исхоженное тропами. Неподалеку находился тот самый крот, из которого мне совсем недавно повезло выбраться живым. Тихо подойдя ближе, я увидел у входа несколько солдат. Двое сидели на бочках и о чем-то разговаривали, а еще один подошел к ручью и, присев на корточке, зачерпнул ладонью воды. Отхлебнув, он начал кашлять и плеваться. Остальные, увидев это, рассмеялись. Странно. Он пил оттуда же, откуда и я. Но вода явно не пришлась ему по вкусу. Неужели из-за того, что я забрал Кристалл из его привычного места, структура острова начала так сильно меняться? Не успел я подумать об этом, как почувствовал легкое землетрясение. В небе раздался гром. Солдаты засуетились, потеряв бдительность, и я понял, что пора действовать. Мой план заключался в нападении на них и присвоении вражеской формы, которая позволит мне проникнуть на корабль незамеченным. Я сменил позицию и перебежал за холм. Убедившись, что все остались на своих местах, я перешел к осуществлению плана. Я спрыгнул на одного из солдат, сидевших на бочке, попав ему сапогами по голове и ненадолго оглушив. Схватив ружье, я ударил прикладом по лицу второго. Потом выстрелил стоящего спиной ко мне у ручья третьего солдата и снова ударил первого по затылку. Все было кончено. На глаз прикинув, чья форма подойдет мне больше, я принялся стягивать ее с солдата, как услышал доносящиеся из грота голоса. «Кажется, я слышал выстрелы!» — крикнул кто-то. Схватив другое заряженное ружье, я нацелил его на вход. Оттуда появился еще один солдат, которого мне тоже пришлось застрелить. Его товарищ, следовавший за ним, скинул свое оружие. В моем однозарядном мушкете больше не было патронов, и мне пришлось спрятаться за бочку. Развучал выстрел. Земля возле моих ног скинулась в том месте, куда угодил патрон. Пока солдат пытался перезарядить свое ружье, я подлетел к нему и тоже вырубил его прикладом. Убедившись, больше никто не выскочит из грота и не станет меня преследовать, я взял нужные мне вещи и скрылся с места столкновения. Я шел в нужном мне направлении, стараясь не запутаться в многочисленных тропах и на ходу натягивая на себя военный бушлат. Мои бриджи вряд ли вызовут подозрения, поскольку у наемников одинаковым был только верх. Войско состояло из непрофессиональных бойцов. И было даже удивительно, как им удалось победить друидов, обладающих такой могущественной силой. Главным теперь было слиться с окружающими и сделать так, чтобы они не пронюхали, какой ценный груз я несу. С такими мыслями я приближался к поляне, на которой недавно разворачивалось сражение. Потянуло запахом пороха и вдалеке, сквозь ветви деревьев, начал проглядываться дым. Мне следовало быть предельно осторожным по двум весомым причинам. Неизвестно, примут ли меня наемники за своего и выжил ли кто-то из друидов. Он мог почувствовать силу Кристалла и за счет его мощи получить возможность напасть на меня, тем самым подставив под угрозу нас обоих. Медленно пробравшись сквозь сломанные ветви деревьев, поваленных в ходе минувшего сражения, я вышел на поляну, где впервые повстречал старца. Передо мной развернулось поле битвы, усеянное трупами друидов и солдат. Повсюду зияли воронки от бушечных ядер и тлела обожженная дрова. Несколько солдат грузили трупы своих товарищей на тележку. Увидев меня, один из них поднял руку и махнул, подзывая к себе. Видимо, они все же приняли меня за своего и нуждались в моей помощи. Я смело пошел в их направлении, но, пересекая поляну, неожиданно увидел разлом в земле прямо под ногами. Резко остановившись у края и чуть не провалившись вниз, я нечаянно спихнул в темноту средних размеров булыжник, который с грохотом полетел вниз, с гулким эхом ударяясь о стены щели. Когда он долетел до дна, на мгновение все замерло и стихло. И тут тишину разрезал крик рукокрылой твари, доносившейся из глубин расщелины. «Неужели опять?» — с досадой подумал я. Крики существа были слышны еще не в полную силу, а уставших солдат уже сковал ужас, и они стояли слегка оцепенев, не понимая, что или кто издает такой звук. Глядя на них, я чувствовал небольшое превосходство. Солдаты не знали, с какой тварью им предстоит познакомиться. Придется взять руководство на себя. Надо как-то организовать солдат и вывести их из ступора до момента, когда существо появится на поверхности. «Заряжайте пушку!» — прокричал я. Солдаты как будто проснулись и, суетясь, начали чистить ствол пушки, заталкивать в нее порох, заряжать ее. Я побежал к ним, краем уха улавливая, что существо уже совсем близко. Солдаты стояли на готове у пушки и следили за местом, откуда примерно должно было появиться существо. Наконец оно выбралось на поверхность и, прищурившись от непривычно яркого света, встало перед нами. «Огонь!» — скомандовал я удивленным солдатам, которые уставились на ранее невиданную тварь. Пушка выстрелила, попав прямо под ноги рукокрылому созданию и вместе с землей отбросив его в сторону. Земля под ногами начала дрожать. Со стороны щели снова раздался шум. Я, с трудом удержавшись на ногах, наблюдал, как из щели появляется очередное чудовище. Из пушки вырвался уже знакомый мне столб огня и отбросил рукокрылую тварь на землю. Один из солдат схватил ружье и, недолго думая, выстрелил, сразив ее на повал. На какое-то мгновение все затихло, и кто-то из солдат уже вздохнул с облегчением, но тут в небе раздался гром. Густые черно-синие тучи засверкали. Мы подняли головы, и тут нас сбило с ног очередным, уже более сильным землетрясением. Трещина начала расширяться и ползти в нашу сторону. «Бежим!» — крикнул один из наемников, и мы, подскочив, начали улепетывать от опасной трещины, которая уже затянула в себя пушку и телегу с трупами наемников. Земля буквально уходила из-под ног. Поляна практически закончилась, и мне стало интересно, как мы сможем убегать от стремительного оползня сквозь ветки и деревья? Внезапно один из наемников оступился, и его затянуло вниз, засыпая землей. Но вскоре земля позади нас прекратила обваливаться, и мы остановились, пытаясь отдышаться после скоростной пробежки, облокотившись и держась руками за ветки деревьев. Корни деревьев остановили оползень, и часть из них теперь торчала со стороны внушительных размеров ямы, которая образовалась на месте поляны. Обернувшись, мы посмотрели вниз. Овраг уходил под крутым наклоном вниз, а сверху еще продолжали катиться комья земли. Приглядевшись, я увидел, как сквозь землю, роя себе норы, начали просачиваться всякие подземные твари, включая тех, которых я видел во время путешествия по гроту. Выползая на поверхность, они разбегались в разном направлении, но большинство стремилось забраться на наш холм. На самом дне оврага начал появляться пар, а где-то из земли пробивались даже целые струи. Позади полчища монстров начали пробиваться сквозь толпы огня и вырываться красная раскаленная лава. Оглядев овраг, я заметил на противоположной стороне друида, который лежал на земле и приходил в себя. Друид тоже заметил меня. Другие наемники его не видели. Они в ужасе смотрели на приближающихся к ним чудовищ. Опасаясь выдать друида и заодно себя, я крикнул, что пора бежать отсюда, и мы помчались от оврага в сторону порта. Мы с трудом пробирались между деревьев в сопровождении подземных тварей, которые практически не обращали на нас внимания, пытаясь спастись от надвигающейся лавовой угрозы. Рядом со мной скакали те маленькие зубастые создания, одно из которых порвала мне рука в кожаной куртке, тогда, под землей. Уже значительно посвежело и даже немного похолодало. Сверху раздались очередные раскаты грома и по листьям покатились первые капли дождя. Мы продолжали приближаться к берегу, возле которого был пришвартован корабль наемников и были уже совсем рядом. Дождь припустил во всю силу. Выбегая на берег вместе с кучей чудовищных созданий, мы издалека закричали солдатам, которые несли дозор на берегу, чтобы они поскорее готовили шлюпки к отплытию. Но те, увидев наше приближение, в недоумении застыли, не понимая, что происходит. Однако, понемногу придя в себя, все-таки начали спускать лодки на воду. На берегу среди наемников путались и обычные искатели драгоценностей, которые несовались вглубь леса из-за происходящего там сражения. Увидев нас в окружении всевозможных чудовищных тварей, они тоже начали спешно готовиться к отплытию. Подбежав к лодкам, мы помогли оттолкнуть их от берега. Это стоило нам больших усилий. Руки соскальзывали с намокших досок. Но нам все же удалось это сделать и, заскочив внутрь, отплыть. Позади нас на острове раздался небольшой взрыв, и из глубин стали подниматься клубы дыма. Твари прыгали прямо в воду, пытаясь спастись. Но мы уже подплывали к кораблю и постепенно потеряли их из виду. Гибдор очнулся от писка в ушах. Он лежал на траве и чувствовал, как в его тело возвращается жизнь. Медленно приоткрыв глаза, он увидел размитое ветви дуба. Он был еще слишком слаб, чтобы подняться, и, лежа на земле, слышал, как неподалеку от него раздаются крики рукокрылой твари. Погрузившись от слабости в кратковременный сон, он снова очнулся от того, что услышал выстрел пушки, после чего его тело содрогнулось от землетрясения. Друид приподнялся и посмотрел в сторону поляны, но из трещины в земле, возле которой он лежал, вырвалось пламя, и, окатив его жаром, вновь повалило на землю. Тяжелый сон в очередной раз поглотил его сознание, но постепенно ослабленное тело начало насыщаться энергией, и Друид уже практически очнулся, почувствовав очередное землетрясение. Немного оглушенный, он повернулся на бок и попытался встать на ноги. Но овраг начал осыпаться, затягивая его вниз. Гибдор хватался руками за все, что мог, за траву, за землю, и, наконец, ему попались корни дерева. С трудом зацепившись за них, Друид выбрался на край оврага. Сознание Гибдора было еще очень мутным, он никак не мог понять, что происходит. Ощутив какую-то странную пустоту в душе, он, наконец, вспомнил своего наставника, а потом всех остальных, и горечь захлестнула его разум, очистив его от помутнения, но на время погрузив в размышления о тяжелой утрате. Его отвлек непонятный шорох. Друид повернул голову и увидел, как сотни тварей вырываются на поверхность из завала. На другой стороне оврага он увидел несколько человек и почувствовал небывалую, столь знакомую силу, которая исходила от одного из них. Это был Леонард. Наемники скрылись в лесу. А Гибдор увидел, как на дне оврага начала появляться лава, заполняя его дно и сжигая тварей, которые не успевали выбраться оттуда. Ему тоже пора было убираться с острова. Он хотел погнаться за Леонардом, но не мог, поскольку их разделял овраг, наполняющийся лавой. «Чертовы гномы!» – подумал Друид. «Они все-таки рыли слишком глубоко и нарушили земную оболочку. Жар из оврага заставил Гибдора собраться с силами и отвлек его от посторонних мыслей. Нужно было спасаться. Жизнь предоставляла ему второй шанс, который нельзя потратить попусту. Друиду нужно было вернуть вещь, которая принадлежала его острову. Сам остров теперь вряд ли удастся спасти. В порт одному соваться было нельзя. Увидев его, наемники сразу нападут. Нужно пересечь остров поперек, в надежде, что судно отправится туда забрать оставшихся солдатов. Он вспомнил, как Айлах привел Леонарда в грот и не мог понять, почему сейчас на нем форма наемников. Размышляя об этом и двигаясь по поляне в сторону леса, Гибдор услышал страшный взрыв и грохот, которые раздались у него за спиной. Обернувшись, он увидел, как из оврага высоко вверх взметнулись куски комьев земли и камней в сопровождении брызгов раскаленной лавы, жар от которых доносился даже до Гибдора. Нужно было спешить. Все это время в небе были слышны раскаты грома, и, наконец, начался дождь. Гибдор пытался бежать по густому лесу, временами спотыкаясь от слабости и поскальзываясь на мокрых от дождя ветках и корнях. Он вновь начал чувствовать знакомую энергию и уже почти не сомневался, что двигается в правильном направлении. Подойдя к краю скалы, Гибдор посмотрел вниз и увидел неподалеку плывущий корабль, качавшийся на волнах. На море начался шторм. Мелкие и крупные твари, пробегая мимо Труида, срывались в воду, ударяясь отольчащие из воды камни и рифы. Вскоре их нескончаемый поток прекратился. Гибдор остался стоять на вершине скалы в ожидании, когда корабль подойдет ближе. Почувствовав еще больший прилив сил и крепость в ногах, он спрыгнул вниз. Мы вместе с несколькими наемниками подплыли к борту корабля. И нам скинули веревочную лестницу. Мы влезли на борт. Засыпив шлюпку канатами весельной шлюп-балки, ее подтянули наверх на двухшкивном роульсе. Примечание. Шлюп-балка. Устройство для спуска шлюпки с борта корабля. Судно на воду и подъема ее на борт. Конец примечания. Мы были не единственными, кто хотел поскорее убраться с острова. По направлению к судну направлялось еще несколько ялей и гичек с охотниками на кристалл. Меня это совсем не вдохновляло. Капитан наверняка примет на судне спасающихся с острова людей. Но чем их больше, тем опаснее становилось мое пребывание здесь. Кожаная сумка, подаренная мне мистером Эдвардсом, была надета под бушлат, и ее не было видно. Но мысль, что я нахожусь под самым носом у охотников, волновала меня. Хотя люди часто не замечают вещи, которые лежат прямо на виду. После того, как все страждущие поднялись на борт, капитан объявил, что мы должны отправиться на другую часть острова и забрать остальных. Неужели он думает, что пока мы доберемся до туда, кто-то еще останется в живых? Но приказ есть приказ, и команда принялась его выполнять. Когда матросы начали крутить якорную лебедку, они пожаловали, что якорь стал тяжелее обычного. Взглянув за борт, один из них прокричал, «На нем что-то есть!» «Какого черта?» «Что там могло быть, кроме водорослей или коряги?» И тут я услышал знакомые до боли крики подземных тварей. Оказалось, что они облепили не только якорь, но и обшивку корабля, доплыв до него под водой. Это было крайне нежелательное соседство. Монстры ползли вверх, впиваясь когтями в деревянные доски. Вся команда спешно вооружилась. Кто-то выкатил деревянные ящики с оружием на палубу. Это было очень оригинально. Такого на других кораблях я не видел. Ящики были встроены в ют корабля и имели маленькие колеса. Примечание. Ют. Кормовая надстройка судна или кормовая часть верхней палубы. Конец примечания. Я тоже решил подготовиться к бою. Схватив пистолет и шпагу из ящика, был во всеоружии и, обернувшись, увидел одно из них на фальшборде. Оно было чем-то похоже на рукокрылую. Примечание. Фальшборд. Ограждение по краям наружной палубы судна, корабля или другого плавучего средства, представляющее собой сплошную стенку без вырезов или со специальными вырезами для стока воды. Конец примечания. Выстрелив, я попал прямо в туловище твари, тем самым швырнув ее за борт в воду. Полчища монстров буквально окутала корабль со всех сторон, и нам едва удалось отбиться. Но многих они все же ухитрились разодрать своими когтями. Наконец поток чудовищ прекратился, и они перестали осаждать корабль, уплыв в неизвестном направлении. Ненадолго можно было вздохнуть спокойно. Но что могло ждать нас в противоположной части острова, скоро увидим. Вновь раздался глухой взрыв, и я увидел, из середины острова поднимается огромный столб дыма. «Капитан, если мы отправимся туда, нас накроют пеплом!» прокричал один из матросов, находившийся на шкафуте. Примечание шкафут на кораблях и судах – средняя часть верхней палубы от фок-мачты до грот-мачты, либо от носовой надстройки – бак до кормовой – ют. Конец примечания. Капитан стоял на юте возле штурвала, смотря вдаль. Услышав кричащего, он посмотрел на него, потом повернул голову в сторону острова. На вид ему было около сорока лет. Брюнет среднего телосложения с маленькой черной бородкой и усами. По левой щеке от толба до самого подбородка прямо через глаз тянулся длинный шрам. Такой сильный порез должен был лишить его зрения. Но капитану повезло. Он, как и остальные, был одет в зеленый бушлат наемников, отличая его лишь коричневые кожаные сапоги и небольшая треугольная шляпа на голове. «А если бы ты был там сейчас, ты бы хотел, чтобы за тобой приплыли?» – ответил он матросу. «Относись к пеплу, как к горькому снегу. Тем более его сейчас смоют дождем. К тому же у нас есть проблемы поважнее. Например, надвигающийся шторм. За работу!» «Слушаюсь, капитан!» – без особого энтузиазма прокричал матрос. Корабль продолжил движение вдоль острова. Шторм усиливался, и команда еле справлялась с управлением. Мне ничего не оставалось, как помогать им, притворившись, что я один из них. Неподалеку остров обрывался скалой, с вершины которой начали спрыгивать разные создания, спасаясь бегством. Они преимущественно разбивались о торчащие из воды камни. Те, кому повезло выжить, проплывали мимо корабля. Надеюсь, второго нападения монстров нам удастся избежать. С неба капал дождь. Перемешиваясь в воздухе с пеплом, капли принимали необычный черный цвет. «Черный дождь!» – прокричал кто-то из команды, и все уставились на небо. Палубу и друг друга, разглядывая странное явление. Неподалеку бултыхнуло в воду что-то достаточно большое и тяжелое. Но никто не увидел, что именно. Все были заняты наблюдением за феноменом. Мы продолжили движение, и вдруг снова услышали крики тварей за бортом. Велика была вероятность, что одно из выживших существ ухитрилось зацепиться за дно корабля и теперь планировало напасть на команду. Все снова засуетились и стали выглядывать за борт, надеясь понять, откуда именно исходит опасность. Сзади меня раздался крик. Обернувшись, я увидел, как выпрыгнувшая откуда-то тварь зацепила когтем одного из матросов, смертельно ранив его, и начала подниматься вверх по шкотам. Примечание. Шкот. Судовая снасть, которой растягивают паруса и управляют ими во время хода судна. Конец примечания. Матрос замертво упал на палубу. Кровь из раны, вытекая, смешивалась с черным пеплом, которым теперь была покрыта вся палуба. Стрелять вверх было нельзя, поскольку на реях были люди, которые собирали паруса из-за надвигающегося шторма. Карабкающаяся где-то вверху тварь скинула одного из матросов. Тот приземлился неудачно и сломал себе шею. Смотреть наверх было невозможно из-за пепельных капель, бивших по глазам. Но, услышав над собой крик, я все же поднял голову и увидел силуэт парящей рукокрылой твари, которая расправила перепонки передних и задних лап и приближалась ко мне. Я не успевал среагировать и не знал, что мне делать. Существо было уже слишком близко, но успел почувствовать, как закололо кончики пальцев на руках и ногах и защипало во рту. Через мгновение я почувствовал над собой разряд молнии, и возле меня упало обугленное и дымящееся тело чудовища. Сомнений не было. Один из друидов уцелел и был сейчас на корабле. Гибдор шагнул вперед со скалы и стремительно полетел вниз. В начале полета у него перехватило дыхание, но поскольку скала была достаточно высокой, то он успел привыкнуть к стремительному полету и даже немного разглядеть людей на палубе корабля, которые стояли и смотрели на падающие сверху черные капли, не замечая ничего вокруг. Также он увидел одну из подземных тварей, которая прикрепилась к самому носу корабля и начинала ползти по его борту. Вода стремительно приближалась, и у Гибдора снова свело дыхание. Сложив вместе ноги, он прорезал воду и тонкую пленку черного пепла, упав между торчащих камней. Оказавшись под водой, друид взглянул наверх, но из-за черной пелены не было видно ничего, кроме днища корабля и ползущего по нему подземного монстра. Гибдору нужно было зацепиться за днище, иначе ему пришлось бы долго болтаться в грязной от пепла воде, ведь забраться обратно по отвесной скале не удастся. Да и что делать на острове, который вот-вот полностью покроется лавой? Упускать шанс было нельзя. Корабль стремительно приближался, и в тот момент, когда он, разрезав очередную волну, погрузился достаточно глубоко под воду, вместе с монстром, Гибдор ловко схватился за него. Существо попыталось сбросить его с себя, но, так как оно держалось всеми лапами за доски, ему пришлось смириться с временным попутчиком. Судно беспрестанно качалось на волнах, то поднимая висевшую на борту парочку из воды, то погружая ее обратно. В какой-то момент существо отцепилось от досок, оставшись на плаву, и оцарапало друида, нанеся ему глубокую рану, сбросив с себя. Но в этот момент весь борт корабля ушел под воду, и они снова зацепились за перила судна. Монстр зашипел, глядя на друида, но тут сверху выглянул один из матросов, став жертвой своего любопытства. Оцарапав его когтями, существо прыгнуло куда-то вверх. Гибдор подтянулся и взобрался на перила, но никто не обратил на него внимания. Все были заняты неожиданным визитером. Монстр вскарабкался по веревкам, скинул сверху одного из наемников, и нацелившись на следующую жертву. Этой жертвой оказался Леонард. Гибдор почувствовал, что кристалл все еще в него. На короткий момент он вновь вспомнил Айлыха и задумался, какое отношение имеет нынешний обладатель кристалла к разорившим остров наемникам. Воспользовавшись силой кристалла, друид на мгновение замедлил время и проник в сознание Леонардо, выяснив все, что хотел узнать. И когда существо подлетело совсем близко к своей цели и готовилось убить похитителя кристалла, то Гибдор принял решение спасти его, поразив монстра молнией. Тем временем глубокая рана, полученная друидом, в момент подводной борьбы напомнила о себе. И Гибдор рухнул на палубу, потеряв от слабости сознание, чем привлек всеобщее внимание. Друид рухнул с перил на доски палубы, и большинство наемников тут же наставило на него свои мушкеты. Убедившись, что в данный момент не опасен, команда принялась осматривать корабль в поисках тварей, которые могли где-то затаиться, выжидая удачного момента для атаки. Осмотрев друида в присутствии капитана, один из пожилых наемников определил, что он ранен, и ему нужна помощь врача. Большинство людей вернулось к работе. Несколько человек отнесли раненого в каюту, вероятно, для того, чтобы обработать и зашить рану. Капитан тоже скрылся из виду, а мы продолжали плыть к противоположной части острова. Я почти привык к шторму и чертовски дикой качке. Черный дождь превратился в обычный, но уже совсем стемнело. Впереди виднелся поворот. Это означало, что мы почти прибыли на место. Вскоре мы оказались вблизи уже знакомой мне территории. Это была пещера, в которую я попал из подземелья, но из земноты и спустившихся туч на берегу никого не было видно. Наемники открыли люк на палубе и выдвинули оттуда арбалет. Достав из глубины люка специальное копье со стеклянной колбой на наконечнике и с несколькими отверстиями для воздуха, закрытых еще одним металлическим наконечником, они подожгли содержимое колбы и направили арбалет наискосок вверх по направлению к острову. Внутри колбы была какая-то тряпка, наверняка пропитанная горючей смесью, и когда арбалет выстрелил, то из колбы вырвался огонь. Он был недостаточно ярким, чтобы осветить территорию, но вполне мог послужить сигналом тем, кто находился на берегу. Огненное копье начало падать, и приземлившись на то место, где я когда-то сидел на бревне, осветило его коротким сполохом пламени. Мы отчетливо разглядели двух людей. Они сделали выстрел в воздух, явно привлекая наше внимание. Из-за сильной качки ял нельзя было спустить на воду. Его попросту перевернет, и придется спасать куда больше народу. Поэтому судно просто старалось подойти как можно ближе к берегу. С острова вновь послышались выстрелы и крики о помощи в перемешку с рыком каких-то зверей. Возле тухнущего под дождем небольшого костра, который образовался от приземлившегося копья, была видна какая-то возня. «Не успели!» С досадой прокричал один из наемников, глядя на остров. Через минуту крики прекратились. Видимо, несчастным не повезло, и они были разодраны неизвестным зверем. «Доложи капитану!» сказал один наемник другому, более младшему по званию. Тот побежал докладывать. Прошло несколько минут, капитан поднялся на палубу, подошел к рулевому и отдал ему какие-то указания. «В порт!» прокричал рулевой. Капитан, отходя от штурвала, начал рыскать взглядом по палубе. Я втянул голову в воротник бушлата, но это не помогло. «Эй, ты!» «С хвостом!» прокричал мне капитан, спускаясь по лестнице на шканцы. Примечание. Шканцы — средняя часть верхней палубы корабля. Конец примечания. Я сделал вид, что не расслышал команды из-за шума на палубе, хотя все прекрасно слышал. «Я к тебе обращаюсь, матрос!» И он схватил меня рукой за плечо. «Да, сэр!» Я обернулся и отдал честь. «Как тебя там?» Скривившись, он попытался вспомнить мое имя, которого не знал. «Мистер Эден, сэр!» «Идем со мной!» негромко сказал он и, повернувшись ко мне спиной, направился на нижнюю палубу. «У меня много работы, сэр!» Я сделал последнюю попытку отделаться от него. «Я сказал, идем!» Более настойчиво повторил он, чуть повернув ко мне голову. Делать было нечего. Спорить с капитаном при целой команде незнакомых наемников было глупо и бессмысленно, и я направился следом. Мы спустились на нижнюю палубу и зашли в каюту, где находился друид. Он лежал на столе с распоротым балахоном, а медик заканчивал зашивать рану на его животе. Повсюду была кровь. В каюте помимо медика и капитана было еще несколько наемников, но они не обратили на меня внимания, поскольку были заняты помощью здешнему врачу. Капитан отвел меня в сторонку и негромко спросил «Что вас с ним объединяет?» Он кивнул головой в сторону друида. «Абсолютно ничего!» С максимальным недоумением постарался ответить я. «Ты думаешь, я идиот?» нахмурился капитан. «Почему из всей команды он спас именно тебя?» С подозрением глядя на меня сказал он. Я, продолжая делать недоуменный вид, переводил взгляд с друида на капитана и обратно, но не успел ничего сказать, как вдруг услышал вдалеке выстрел пушки. Все, находившиеся в каюте, отвлеклись от своих дел, глядя по сторонам. Неподалеку от судна раздался звук от упавшего в воду ядра. «Черт, все на палубу!» закричал капитан и в спешке побежал наверх вместе с остальными наемниками. Я тоже двинулся прочь из каюты, но, проходя мимо раненого друида, никак не мог ожидать, что он очнется и схватит меня за руку. «Она выбрала тебя, Леонард, и никогда уже не отпустит». Я с легким испугом посмотрел на него. Друид пристально посмотрел мне в глаза, но тут сполошился доктор и начал укладывать его на место. От слабости раненый лег на спину и, похоже, снова потерял сознание. «Что он имел в виду? Откуда он знает мое имя?» — думал я про себя. «Неужели он что-то знает о картине? Может, по этой причине он спас меня?» Еще один бесконечный поток вопросов. Я рассеянно пятился спиной к двери, глядя на лежащего на столе друида, которого держал и осматривал доктор. Я поднялся на палубу, и все мысли мгновенно улетучились при виде огромного пиратского корабля, который виднелся сквозь дождь. Судно было настолько огромным, что едва качалось на волнах. В носовой части корабля были расположены пушки, и судно могло палить по нам, даже не поворачиваясь боком. Мое беспокойство куда более усилилось, когда я разглядел еще два подобных корабля, идущих позади главного. На мгновение я оцепенел и не пилиться. «Черт, кто же это такие?» вертелось у меня в голове. Из ступора меня вывела команда капитана. «Готовьте пушки по левому траверсу!» И на судне началась слаженная суета. Нам удалось сделать несколько выстрелов из пушек, но попасть по цели в столь безумной качке было практически невозможным, даже по такой огромной. Одно ядро все же попало по ведущему кораблю, но это достижение было ничтожным. Продолжать сражение не имело смысла, но и удрать вряд ли удастся. Пиратский корабль снова выстрелил, и кусок палубы возле меня разнесло в щепки, сбив меня с ног. Поднявшись на ноги и взглянув на корабль противника, я услышал, что он продолжил обстрел. Послышался свист очередного ядра, и вдруг возле меня появился раненый друид. Он поставил руки на перила, и все вокруг немного изменилось. Перестал лить дождь, качка тоже прекратилась, волны больше не бились о корабль. Я увидел, как наше судно окутывает слабо различимая голубоватая пелена. Раздался оглушающий свист, и раскаленное чугунное ядро как будто ударилось о невидимый барьер, разлетевшись от мощного столкновения в пыль. То же произошло и с остальными ядрами. Корабль-гигант перестал палить по нам и подошел уже на достаточно близкое расстояние для абордажа. Судно с черными парусами было очень старым и побывало во множестве боев. На уже потемневших от времени коричневых досках были видны следы реставрации. Раненый друид, отпустив перила, упал на доски палубы. Подбежав к нему, я присел на одно колено и не удержался от вопросов. Откуда ты меня знаешь? Почему ты спас меня? Я все про тебя знаю, Леонард, прохрипел друид. Мне жаль тебя. Ты одержим чужой волей и практически не принадлежишь себе так же, как и я, в своей прежней жизни. Закашлявшись, он остановился. О чем ты удивился я? Наши жизни имеют смысл только пока они тянутся к какой-то невидимой цели, отдаляя от нас реальные ценности. Мне нечего было ему больше сказать. Вероятно, он каким-то образом выяснил, что я отправился на добычу кристалла, только чтобы еще на один шаг приблизиться к картине, той самой вещи, которая мне уже кажется нереальной выдумкой. Началась пальба из мушкетов, и возле меня упал трап, вонзившийся в палубу стальными крюками. По нему уже кто-то бежал. С другой стороны от меня лежало тело наемника, возле которого валялся клинок. Подняв кинжал, я готовился встретить мчавшегося на меня пирата. Он был лыс и практически без одежды, если не считать коричневых бриджей и широкой кожаной лентой наперевес, на которой болтался огромный пистолет. В руках разбойник зажал огромный широкий меч. Замахнувшись одновременно с ним, я нанес удар первым, но он перерубил мою тонкую сталь своим огромным тесаком. Я взглянул на обрубок лезвия, а когда поднял взгляд, на меня уже смотрел огромный пистолет, направленный мне в грудь. Констатировав, что меня сейчас попросту застрелят, я как можно быстрее повернулся боком, стараясь встать параллельно дулу пистолета, но пуля оказалась гораздо стремительнее меня и все же угодила в плечо. Дикая боль пронзила все тело, в глазах потемнело, и я упал на палубу. Сознание помутилось, перед глазами стояла пелена, то ли от боли, то ли от снова начавшегося дождя. Я воспринимал все происходящее вокруг, как страшный сон. через какое-то время я пришел в себя от того, что меня кто-то поволок по палубе. Я был еще жив, но надолго ли? Очередную темноту и потерю сознания разрезал вид заветной картины, появившейся передо мной. Потом я вновь открыл глаза. Я сидел прямо на досках палубы, уперевшись спиной в мачтовые кнехты. Рядом расположились связанные наемники. Примечание кнехты, парные тумбы на палубе судна или на пристани для закрепления швартового или буксирного троса. Конец примечания. Перед глазами все плыло, плечо безумно ныло, а рука немела. До меня донесся немного хриплый женский голос. Капитана ко мне в каюту. Друида обыскать и допросить. Если надо, пытайте. Команду запихните в клетки. Мы продадим их в рабство. А что с ранеными, капитан? Спросил кто-то из напавшей команды. Добейте. Умирающих нам не продать. С расчетливой холодностью сказала она. Ну вот, это конец. Сейчас меня убьют. Но тут раздался еще один женский голос, гораздо звонче и моложе. Стойте! Мама, отдай одного мне! Зачем тебе полудохлый моряк? Для развлечения, мне надо во что-то играть. Вот этого, едва сдерживая радость, прокричала девчонка. Что ж, отнесите его, скомандовала женщина. Слыша приближающиеся шаги, я попытался вновь открыть глаза, но не видел ничего, кроме силуэта наклонившегося надо мной человека. Он протянул ко мне руки и начал поднимать меня. Боль отняла последние силы, и я снова отключился. Я сделал медленный вдох и приоткрыл глаза. Откуда талился дневной свет. Голова, в которой не было ни единой мысли, лежала на уютной подушке. Все тело было расслаблено. Я был накрыт теплым белым одеялом. Что за черт? Я шевельнулся, и тщательно перебинтованное плечо дало о себе знать, причинив мне боль. Сориентироваться и понять, что происходит, было весьма затруднительно, но в голове промелькнули остатки воспоминаний о корабле, выстреле в плечо, друиде. Повернув голову, я увидел темноволосый силуэт девушки в черной одежде. Теперь ты мой! Часть вторая пришедшая на помощь глава шестая поющие сады Марии Итак, я лежал в огромной кровати с адски горевшим простреленным плечом и пытался понять, для чего я понадобился этой девушке и что она собиралась со мной сделать. В доктора она со мной уже поиграла. Что дальше? Стараясь окончательно прийти в себя и проснуться, я протер глаза и взглянул внимательнее на свою спасительницу. Она была одета в черную рубашку и темно-коричневые штаны с широким кожаным ремнем, что было весьма необычна для девушки. На ногах у нее были высокие кожаные облегающие сапоги. На вид девушке можно было дать чуть больше двадцати. Длинные черные распущенные волосы, карие глаза и смуглая кожа указывали на то, что она метиска и ее кровь смешана. Это придавало ее облику необычность и неповторимость. Без сомнения девушка была очень красива. «Где я?» Первый вопрос, который пришел мне в голову. «В моей постели», ответила красавица, и мне стало немного неловко. Оглядывая белое одеяло и простыни, я захотел поскорее выпрыгнуть оттуда. «Тебе лучше?» Стараясь придать своему голосу безразличный характер, поинтересовалась она. «Я еще не до конца пришел в себя, и мне сложно понять свое состояние. Одно знаю точно, в меня стреляли». «Это было уже два дня назад», произнесла она, как будто это были мелочи. «Меня стреляли уже много раз. Пуля у тебя прошла на вылет, к тому же приходил врач и обработал рану». «Врач?» в недоумении переспросил я. «Ну да, не буду же я сама тебя лечить, когда у нас живет хороший и признанный лекарь. Пусть отрабатывает жалование». «Живет?» Я попытался создать представление о месте, в которое я попал. «Да, здесь неподалеку, в доме для прислуги». Моя собеседница повернулась к окну и небрежно махнула рукой в сторону дома. «Черт, кто же они такие?» думал я про себя. Девушка подошла к окну и я решил, что пора поблагодарить ее, а заодно и по возможности выяснить, какие у нее намерения. «Спасибо, что спасла меня». «Рано благодаришь», ответила она. «Ты еще не знаешь, для чего ты мне нужен и твоя жизнь не дороже одной вещи, которую я нашла у тебя». Она подошла к большому деревянному комоду и подняла с пола мою сумку. Сунув туда руку, она достала кристалл и присела на край кровати возле моих ног. «Моя мать охотится за этой вещью», доверительно сообщила красавица, пристально глядя на меня и небрежно поигрывая моей вожделенной добычей, ради которой мне пришлось вытерпеть столько испытаний. «Дьявол, как же я заволновался, когда увидел играющую на солнечном свету драгоценность. Я не знал, что будет дальше, но почему-то не мог перестать думать о волшебнице, которой я должен был доставить кристалл. «Еще я нашла у тебя кучу жемчуга. Откуда у тебя столько драгоценностей?» «Или жалование наемника «Это жемчуга и бриллианты?» с легкой насмешкой произнесла она. «А еще табличка с каким-то названием?» «Долгая история, и я не совсем тот, за кого ты меня приняла». «Кто же ты? Не у каждого барона столько сокровищ в сумке?» «Скажем, я случайно оказался на том корабле. Мне нужно было каким-то образом убраться с того острова, но тут появились вы». Она немного подумала и, встав с кровати, засунула кристалл обратно в сумку. Потом спрятала сумку в комод и закрыла дверцу на ключ, который убрала в карман своих бриджей. «Сегодня спишь на кушетке в зале», сказала она, направляясь к выходу из комнаты. «А что с кристаллом? Ты отдашь его своей матери?» С легкой тревогой поинтересовался я. «Я подумаю. Сначала узнаю, кому из вас он нужнее. Отдыхай». Она остановилась в дверях и, обернувшись, спросила, «Как твое имя?» «Леонард», без лишних церемоний ответил я, и девушка, тихо повторив мое имя, скрылась из виду, закрыв за собой дверь. Я остался лежать на ее огромной кровати в комнате средних размеров. Справа от меня стояла тумбочка, на стене было окно, занавешанное светлыми шторами, сквозь которое пробивался солнечный свет. На противоположной от окна стене, слева от меня, были видны огромные белые двери шкафа, тянувшиеся вдоль всей стены до самого потолка. Неподалеку от моих ног была дверь, ведущая из спальни. Чуть правее возле окна стоял тот самый комод, в который спрятали мою сумку. Над ним висело старинное зеркало, а на полу валялись мои скомканные вещи. При взгляде на них мне пришел в голову вопрос. «Во что же теперь был одет я?» Приподняв одеяло и увидев светлые штаны от пижамы, я вновь укрылся и лег на подушку, погрузившись в размышления о девушке, которая только что покинула это помещение. Когда я дотронулся до кристалла в пещере, возникшая перед глазами волшебница Дестни сказала, «Они ждут тебя». Что бы это могло значить? Почему «Они»? Возможно, она имела в виду эту девушку и картину. Как тяжело понять этих волшебниц. Еще меня мучил вопрос. Как зовут мою спасительницу? Ведь я так и не успел спросить ее имя. Кроме того, меня беспокоило, для чего я ей вообще понадобился. И еще эти странные слова «Рано благодаришь». Возможно, мне вообще не пригодится знание ее имени. Вдруг оно в дальнейшем будет ассоциироваться с кошмаром? Но для чего тогда меня лечить? Ладно, девушка в любом случае еще вернется и ситуация прояснится. С этой мыслью я вновь начал уходить в сон. Меня разбудил вошедший в спальню человек. Сбрасывая с себя остатки неглубокого сна, я с недоумением посмотрел на него. «Кто вы?» спросил я с некоторым волнением. «Франсуа Лолоне. Я лекарь. Меня послала к вам госпожа Мария, чтобы я вновь осмотрел вашу рану». «Госпожа Мария?» переспросил я. «Да. Она сказала, что вы пришли в себя и дала мне распоряжение переместить вас в соседний зал». «Мария. Вот ее имя», думал я про себя. А вслух ответил человеку с французским акцентом, радуясь, что он пришел мне помочь, а не навредить. «Что ж, да будет так». Попытки подняться с постели отражались безумной болью в плече. Мне дико захотелось выть и орать. Мистер Лолоне помог мне встать и вывел меня из спальни в соседний зал, масштабы которого меня поразили. Было ощущение, что мы находимся в замке. Доктор уложил меня на кушетку и начал разбинтовывать мою руку, но каждое прикосновение было для меня пыткой, и я попросил его остановиться. Он прервался, внимательно посмотрел на меня и сообщил, что мне надо выпить сильное болеутоляющее. Я готов был согласиться на что угодно, лишь бы боль прекратилась. Доктор открыл свою сумку и достал оттуда маленький металлический футляр. «Это очень сильное средство и вызывает привыкание, но другого выхода я не вижу», сказал он и дал мне черную пилюлю. Я мигом бросил ее в рот, даже не разобрав странного вкуса. Через мгновение перед глазами все поплыло, голова закружилась, а про руку я попросту забыл, и мистер Лолоне смог заменить бинты, обработав рану. Боли, страх исчезли, а настроение заметно поднялось, и мне захотелось пообщаться с доктором. «Так откуда вы?» спросил я у него, с усилием сдерживая смех. «Бордо», коротко ответил Лолоне. «Вы француз?» задал я закономерный вопрос. «Да, я долго жил на родине, пока не попал на службу в замок. Я не успел дослушать его, как меня замутило от головокружения и начала рвать в небольшой тазик, который Лолоне предусмотрительно поставил возле кровати перед тем, как дать мне пилюлю. «Что это за лекарство?» я с трудом ворочал языком. «По сути, это яд, с которым организм сейчас борется, но в небольших дозах это весьма годное болеутоляющее. Когда мне стало немного полегче, то вновь захотелось лечь на спину и заснуть. Откинувшись и сделав глубокий вдох, я закрыл глаза. Вокруг меня было довольно темно. Мне казалось, что я плыву в лодке, а вокруг плещется темно-синяя вода, от которой тянет холодом. Вокруг не было ни берега, ни кораблей, абсолютно ничего. Только потоки тумана проносились вокруг, заслоняя горизонт. Бросив взгляд на плечо, я увидел старые бинты, которые начинали разлагаться от времени. Неподалеку раздались голоса, и, приподнявшись, я начал грести руками в их направлении. Вдруг сверху что-то пронеслось, и голоса раздались уже позади меня. Я обернулся, но никого не увидел. Вокруг были только вода, темень и туман. Голоса вновь изменили свое местоположение, и я опять попытался поплыть в их сторону, но от того, что я греб руками, лодка была практически неуправляема. Мне сейчас сильно пригодились бы весла. Едва подумав об этом, я увидел, как из тумана по направлению к лодке плывет весло. Вытащив его из воды и приладив в специальную выемку, я разглядел второе. об борт лодки. Теперь мне удавалось перемещаться гораздо быстрее, но в темноте я практически не чувствовал скорости и направления. Сверху вновь что-то мелькнуло, и я поднял голову, но ничего кроме тумана по-прежнему не было видно.